Вы слушаете Радио Болтком. Телефон для благотворительных звонков 9-3-0-6-3-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зеленая лампа». Программа тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И помогает нам включать «Зеленую лампу» актриса Рижского русского театра драмы. имени Михаила Чехова, Татьяны Лукашенковой. Наш большой друг. Доброе утро, Тань. Добрый день и доброе утро. Я очень рада быть вместе с вами сегодня. Так сложилось, что Татьяна приходит к нам в эфир «Зеленые лампы» каждый год в мае. Уже много лет подряд. Сама традиция так сложилась. И все это получается так, дата вокруг ее дня рождения, сразу после дня рождения. Но я это и расцениваю как подарок на день рождения. Каждая встреча с вами – это подарок. Это всегда прекрасно. Это красиво. Но это сложилось само. Это даже вне нашего. Да. Вот как-то получается, что мы встречаемся именно в эти весенние дни. И помогаем мы сегодня. Программа помогает сегодня молодой семье, в которой двое малышей. Младший совсем маленький, ему несколько месяцев только. А старший ему два годика. Его зовут Райва. И этой семье очень нужна помощь на лечение этого мальчика. Так получилось, что ребенок нормально развивался. В какой-то момент он перестал откликаться на имя, перестал смотреть в глаза, реагировать на просьбы. Стал неуправляемым. И всякие подобного рода вещи стали с ним происходить. И это свидетельствует о том, что у ребенка нарушение аутического спектра развития. То есть там, очевидно, аутизм. В таком маленьком возрасте еще диагноз не поставлен, но терапия уже начата. И чем скорее начнется это лечение, тем лучше и надежнее будут результаты. Мама называет Райва ребенком эпохи ковида. Потому что он родился за три месяца до пандемии, до начала пандемии. Вот дети эпохи ковида у нас такие появились. Надо же такая уже формулировка есть. И специалисты рекомендуют немедленно начинать реабилитацию. Посчитали все это. И всего нужно на год мальчику 3 150 евро. На целый год занятий, которые могут вытащить его из болезни к здоровью. Поэтому благотворительный телефон 930-6384 евро 42 цента за звоночек работает для двухлетнего мальчика Райва до 17 мая. Не до 17 мая, наверное. Да, до 17 мая, да. Простите, до 17 мая. Стоимость звонка евро 42 цента. И все звонки, как мы обычно говорим, соединяются в одну большую помощь. Но мы чуть позже еще расскажем про эту семью, про этого малыша. И наша гостья актриса Таня Лукашенко. И все, кто следит за культурной жизнью вообще нашей, не только нашего города, но и всей нашей страны, отметили, что вот эти дни вся театральная общественность отмечала Танин юбилей. Таня, расскажи, пожалуйста, как это вообще происходило? Вы знаете, это было что-то, это было просто, это даже словами не описать. Это было феерично. Во-первых, это был фееричный день, который начался с сюрпризов от моих друзей, которые подарили мне огромного белого медведя. Знаете, этот вот медведь сейчас ходит по просторам в Фейсбук, и его все видят. Он пришел и ко мне. Мы сделали настроение всему району, в Пурцемсу, люди выглядывали из окон, прибежали, начали все это фотографировать. Это было очень весело, день начался именно там. Так. Ну, конечно же, весь день я принимала и подарки, и цветы. И потом у меня был спектакль. Мой спектакль, который я очень люблю и очень рада, что он был именно в этот день, потому что он и про меня, и про всех. Это именно то, что мне хотелось в этот день, чтобы игрался именно этот спектакль. То есть давай скажем, какой? Какой? Не скроем. Это Соло Моновы, стихи Соло Моновы. Спектакль у меня называется «Исповедь хулиганки». Моноспектакль. Моноспектакль. Татьяна одна на сцене. Я одна на сцене, но на этом спектакле у меня было пять музыкантов. И формат моего спектакля перешел уже в большой формат. Вот что важно. Большая сцена и оркестр фактически. И оркестр, фактически оркестр. И очень многие номера, они прозвучали по-новому, они прозвучали так мощно и так неожиданно для всех, что некоторым моим гостям, которые смотрели спектакль по 3-4 раза уже, они сказали, так ты поменяла стихи. Я говорю, да я ничего не меняла. Все так же, как и было просто музыкальное оформление добавило такого объема колоссального. И причем на спектакле фактически были все мои друзья, все мои знакомые. То есть это были гости, которые пришли к тебе на день рождения? Это были гости, которые купили билеты, и это были все мои близкие друзья. Совершенно неожиданно в какой-то момент оказалось свободных шесть билетов, их пустили в продажу, они разлетели за 15 минут. Мне было очень интересно, кто же эти люди, которые попали, ну как бы вот в эту вот историю. И оказалось, потрясающие люди, которые сейчас вот живут здесь, они завтра, по-моему, он там работал, и мы с ними будем дружить. Мы уже договорились, что мы обязательно куда-то сходим пообедаем или поужинаем, пообщаемся поплотнее, потому что если они в этот день попали ко мне, значит, они уже... Не случайные. Да, все не случайно. Ничего случайного не бывает. Потом, конечно, было угощение, был праздничный такой ужин, ну достаточно скромный, как мне кажется, но все равно все было очень красиво, было все очень красиво украшено. Мне очень хотелось, чтобы был шоколадный фонтан с клубникой, и он у меня был. Мечта такая. Да, клубнику мне подарила Лена Тонова, которая сказала, я тебе подарю клубнику, если ты хочешь. Я говорю, да, конечно, хочу. И она ни много, ни мало 24 килограмма клубники привезла. То есть это хороший подарок был. Клубника была безумно вкусная, все это отметили. Но вы знаете, потом был капустник. Ну вот тут я хочу сказать такое колоссальное спасибо моим коллегам, всем людям, которые работают со мной в театре. Это было настолько, это было до слез. Вот я сейчас вспоминаю, вы не представляете, это так было трогательно. То есть сколько дней прошло уже? Прошло уже практически, сколько сегодня? Сегодня 10-е? 4 мая. Шесть дней, неделя почти. Еще неделя не прошла. А эмоции? А эмоции просто я и плакала, и смеялась. И я могу сказать одно только. Меня искупали настолько в любви. То есть я могу сказать одно, что дарите людям любовь. Если вы это умеете и можете, если она у вас есть, не жалейте ее. Тогда и любовь к вам вернется. Я перед началом сказала такой текст, что есть важное и неважное в жизни. Важное, даже когда человек уходит, он все равно думает о важном. А важное – это те люди, которые его окружали и окружают. Мы совершаем ошибки, бежим по жизни, не оглядываясь, не понимаем, что происходит порой. И люди какие-то нам помогают, и важные люди, и люди знакомые, и незнакомые даже. Но все равно самое главное – это любовь. И те люди, которые меня окружают. И сегодня я хочу сказать спасибо каждому человеку, которого я знаю. Я дарю вам свою любовь. Потому что я только так сейчас настроена. Мне кажется, сейчас такое время, что надо делиться этой любовью. Нужно ее отдавать. И не скрывать ее. И, конечно же, нужно помочь этому маленькому Раеву, чтобы дать какой-то толчок в этой истории, в которую он попал, будучи таким маленьким. И, возможно, действительно это как-то изменит его жизнь. Изменит судьбу. Да, изменит судьбу. Абсолютно. Поэтому я говорю всем огромное спасибо. И просто сейчас я фонтанирую любовью. Сейчас можно ко мне подходить, подержаться за меня немножко. И придет исцеление. А мы чувствуем. Спасибо каждому моему гостю, спасибо каждому артисту, режиссеру, директору. Потому что в этом действии, которое мне подарили, участвовали все. Вот все. И цеха, и артисты, и весь театр. Таня, ну ты этого заслуживаешь. Абсолютно заслуживаю. Много лет знакомы. Давайте мы обратимся к нашим радиослушателям, чтобы тоже участвовали все в сегодняшней нашей программе, в нашей акции, в нашем проекте. Буквально два слова, почему это важно. И в чем проблема с этой семьей? Это молодая семья, молодые ребята. Это смешанная семья. Линда и Дмитрий. Они, она и Зайна же, он из Талсенского района. В Риге они снимают маленькую квартирку на Югле. Им надо платить за аренду, надо платить квартплату. Мы были у них в гостях. У них родился маленький малыш, назвали они его Ральф и Райво. И когда они его задумали, второго малыша, мы решили, что вот один, сразу второй, и хорошо. Значит, вот они радовались, что будет братик у первого. У Райва было все хорошо. Он начал ходить, говорить, все было хорошо. И, то есть, это развивалось в две параллельные реальности. То есть, этот ребенок родился, и во время пандемии еще к врачам было не попасть. Карантины, очереди страшные. Вот, и тут родился этот маленький. Вот у мамы на руках сейчас пятимесячный, и вот этот, которому два с половиной года. И ребятам действительно очень сложно им просто никак не потянуть. Они одни здесь без родственников в Риге. Они очень любящие, очень старательные, очень ответственные. Вот, и то, что вот у нас с Ритой всегда вот просто вот сердце разрывается, когда мы говорим про детей-аутистов, это не то, что там какая-то там нужна вот просто какая-то терапия, все хорошо, ребенок на своих ножках ходит, он не инвалид, он не в коляске, ну, никакая проблема. Это огромная проблема. Эти родители, они попадают просто, это, ну, вот шок. Они вот когда ставят диагноз, ребенок-аутист, это значит, что вот надо попрощаться с каким-то своим близким человеком, потому что ты понимаешь, что твой ребенок никогда не будет таким, каким ты его мыслил, каким ты мечтал, что будет для него жизнь. Все переворачивается. И что самое здесь вот обидное, что таких детей много, и в конце, в прошлом году вот мамочки и общественные организации, и врачи, и специалисты инициировали сбор, инициировали голосование на портале Manobals.lv, и буквально за несколько дней собрали сразу подписей больше, чем нужно. И подготовили компетентную инициативу, подали эту инициативу все им, и все просто вот как бы вздохнули с облегчением и ждали, что в бюджете на этот год будут предусмотрены средства, чтобы государство оплачивало вот эту необходимую детям ABA-терапию поведенческую. И когда СЕИМ принял новый бюджет, все написали там 0 евро, 0 центов на вот эту программу. И поэтому эти родители, эти мамы, они стесняются обращаться за помощью, они, ну как это действительно, как-то вот выйти и сказать, вот я, вот мой ребенок, вот дайте нам денег, потому что нам надо. Это очень тяжело. И тем не менее, это просто вот шанс. Ну мы реально должны понимать, у нас были такие случаи, мы беседовали с директором центра аутизма, несколько раз мы дружим там со многими специалистами. И если вовремя и в самом маленьком возрасте начать эту терапию, то есть результаты, и ребенок меняется, поведение меняется. Не можем сказать, что у всех там подряд, да, но в большинстве случаев просто ощутимо меняется ребенок, начинает говорить, начинает общаться. И есть, конечно, шансы, что он там займет свое место в жизни и в социальной жизни в первую очередь, о чем родители всегда очень сильно переживают. Поэтому так важно начинать именно сейчас. И вот еще раз напоминаем, что телефон 9-00-63-84, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю в помощь малышу, двухлетнему Раева, чтобы помочь ему выбраться в сторону здоровья, продвинуться, да, чтобы помочь этой семье. И счет помощи открыт в благотворительном фонде Be Open. Его можно найти в статьях на сайте MixNewsLV в рубрике «Зеленая лампа» и в социальной сети Facebook, тоже в рубрике нашей, на страничке «Зеленая лампа». Спасибо всем, всем, всем за каждый звонок. И наши гости актрисы Таня Лукашенко. Она сама мама и бабушка. Таня хочет что-то сказать. Хочу сказать, что действительно, вот эта капелька, евро 42, которая потом может вылиться в реку и будет оказана помощь. Я думаю, что люди, которые нас сейчас слушают, обязательно сделают этот звонок. Я его сделаю обязательно. И получится чудо. Ну вот если мы говорим о счастье и о любви, о чем ты начала, с чего ты начала программу. Да, я вспомню, что недавно был День матери. Да. Вот буквально недавно. И это тоже вот часть той большой любви, о которой мы говорим. И твоя дочь написала в социальной сети тебе такую фразу. Ты одна на миллион. Спасибо тебе за все. Я тебя люблю. Вот получить такую фразу, такую запись от дочери, это тоже большое счастье. Да, дочь – это моя надежда и опора. Даша. Любимая моя девочка. Она такая, может быть, не такая любвеобильная, она не так сильно проявляет свою любовь. Она меня там не часто обнимает, целует, не сюсюкается со мной. Она конкретная девчонка. И я знаю, что она меня очень любит. И что она всегда придет на помощь, вот где бы я ни была, и что бы со мной ни произошло. И то же самое сделаю я. У нас с ней такая вот какая-то очень крепкая женская дружба. И вот она тоже сейчас стала мамой. Она, конечно, на многие вещи уже смотрит по-другому, понимает меня где-то как-то. И я очень счастлива, Даша. Наверняка ты посмотришь этот эфир, что ты выбрала именно меня. Я очень тебя люблю. А сейчас в нашем балку прибыла Мия София, девочка Огонек, сотни тонн тротила. Это что-то просто… Сколько лет внучке? Внучке сейчас год и одиннадцать месяцев. Одиннадцатого июня мы будем отмечать ей два года. Время бежит очень быстро. Как она принимала участие в бабушкином юбилее? О, это была тоже отдельная история. То есть я сначала подумала, что ее привезли. Привезли в театр, в котором она еще ни разу не была. Огромные помещения. Она таких помещений еще не видела. Огромное количество людей тоже не сталкивалась. Потому что вы же понимаете, что в магазинах народу сейчас не так много. А тут их просто очень было много. Для нее она сначала приглядывалась. А потом, когда она вошла во вкус, она не боялась уже никого. Она танцевала, она прыгала, она со всеми общалась. Она была вся в той клубнике, значит. Вот это было тоже... Причем даже вот и хорошо, что она была в клубнике. Она даже мне подыграла на рояле. Закончила мою песню. Пум-пум-пум. Как это у нее получилось, не знаю. Но я поняла, что у этой девочки большое будущее. Иначе не может быть. Да, 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 да. Поэтому, ну, просто вот... Получается, что это был такой самый дорогой, драгоценный гость. Это да. Это да, это правда. Это правда. Она, кстати, тоже тогда получается ребенок ковидный. Родившийся в ковид. Ну, эпохи ковида. Эпохи ковида, да. Но она родилась уже в ковид практически. Так что... Таня, а ты прикидывала, сколько лет ты в Рижском русском театре? Ну, прикидывать... Ну, 30 лет точно. То есть даже больше 30 лет? Ну, вот 30, может быть, там как-то, да. Да, может, даже больше. А помнишь свой первый выход на сцену? На сцену театра? Сейчас на сцену театра. Ага, на сцену театра. Ну, конечно, помню. Нашего, потому что до этого было красноярство. Дело в том, что когда мы были студентами, мы же очень много выходили на сцену театра. И нас сразу вот выводили в какие-то спектакли, в массовку. И какой же это был первый-то спектакль? Мне кажется, что это была земляничная поляна, если я не ошибаюсь. Я просто играла там какую-то из сестёр, выходила, но для меня это было что-то такое необыкновенное. Потом мы уже выходили в «Историю лошади». Легендарный, да, спектакль совершенно? Да, и в спектакль, конечно. И в закате. Вот. И, ну, это уже было… И в «Мельнице счастья». То есть уже как бы это было, ну, как бы естественно. Ну, как наша такая уже работа. А с самого детства, вот, скажем, первое такое выступление публичное? Ну, я могу сказать, что если не брать эти публичные выступления в детском саду, то начнем с того, что вот я уже очень много об этом говорила, тем более в преддверии моего этого юбилейного дня рождения. Это было во дворце культуры завода ВЭФ, где я занималась, будучи маленькой девочкой. Я в начале пятого класса туда пришла, и у меня была первая роль. Роль была такая детская пьеса. Алла Ивановна Орлова была, да, руководителем нашего этого театра. Я безумно ей благодарна. Она мне просто открыла эту профессию. Она мне дала столько вот таких вот маленьких маночков, которые потом вылились во что-то большое. Вот. И там была роль в этой пьесе. Я сейчас не помню, как там она называлась. Что-то такое, как девочка потерялась в игрушечном магазине, вот она там встречалась с разными персонажами. Там была роль Ельчик Макушечкин «Шишечка с ёлочки». И мне так понравилось это вот, ну, как он назывался. И это вообще роль, он такой забавный, такая шишечка была. Но она досталась другой нашей девочке маленькой. Она мне говорит, нет, Татьяна, нет, наверное, Татьяна меня тогда не называла. Нет, Анечка, а ты попробуй вот эту вот главную роль, роль этой девочки. И Алла Ивановна, кстати, тогда играла мою маму. Вот это была первая такая роль, когда я на себе ощутила. Ты тебе понравилась? Конечно, мне показалось это так здорово. А мы ещё играли очень, ну, по многу спектаклей. То есть это были детские каникулы, куда давали детям пригласительные и от ВЭФа, от завода ВЭФ, и от школы там, я не знаю. И вот дети приходили все на эти праздники, и мы там три-четыре ёлки играли каждый день. Нам давали талоны на еду, мы бегали в это кафе. Ох, как это было здорово, это было прекрасно. Потом были разные там герои. Каждый Новый год, вот с пятого класса, смотрите, это я до десятого, практически мы всё время играли какие-то представления на Новый год. Татьяна, ну вот раз мы о детстве о твоём заговорили, давай вот немножко в детство окунёмся, потому что, ну как, мы же все знаем, что там всё начинается. То есть ты про исповедь хулиганки говорила. Ты в детстве, наверное, тоже была такая непоседливая хулиганка, тоже в каком-то интервью. Я была очень такая непоседливая. Да, я была хулиганкой. Я всё время уже что-то влипала, то в гудрон, то проваливалась куда-то. Коленки у меня были всегда содраны. И такая я была, с мальчишками любила побегать, по стройкам полазать, карбит, карбит, повзрывать. То есть это всё было. Белка в колесе. Да, и меня даже так и называли, когда я в школе, по-моему, в третьем классе, это было, или второй класс, а может, даже и первый, не могу сказать. Группа продлённого дня вызывает моего папу и говорит, слушайте, ну ваша белка в колесе, вы посмотрите, что она сделала. И что ты сделала? А я просто брала ручку, помните, такие были ручки с пером, из такой вот, их нужно было так набирать, и вот так вот на стену. А фонтанчик исчернил, да? А потом это приросло в акварели. Делал там, грубо говоря, ремонт, в этой группе продлённого дня. Потом я разбила окно в подъезде. То есть вот такие какие-то были вещи. Значит, хулиганка. Но это случалось как-то так. Пах, и всё. Не специально. Я даже не представляла, что оно может разбиться. Оно разбилось, понимаешь? И в то же время я была очень такая ответственная и послушная. Я очень такая была совестливая. Мне было за это очень стыдно. Я корила себя, как до сих пор корю за какие-то, какие-то вещи. Сама себя очень наказывала. Не самокритичный человек? Очень. Я очень себя критикую. Но в какие-то моменты, когда я познала свою профессию, и сейчас говорю такие вещи, которые, наверное, я говорю первый раз, я могу даже где-то себя за что-то и похвалить. Вот, например, за хулиганку я точно могу себя похвалить. Я могу себя похвалить за дядюшкин сон. Я могу себя похвалить за леди на день. Сейчас уже. Потому что я помню, какой был отзвук и как эти спектакли отзывались. Напомним, леди на день – это тоже легендарный, я считаю, спектакль. Дмитрий Астрахан ставил, и Таня блистала там в главную роль. Там была очень хорошая роль. Тоже про любовь. Да, и наверняка все помнят, есть фильм «Леди на день». Там эту роль играет Ниелова. Ниелова. Тоже в постановке Астрахана. А мы можем тебя похвалить тоже очень много за что. Потому что знакомые, даже страшно сказать, сколько лет. И всегда за эти годы, когда возникает ситуация, что нужна помощь какая-то, где-то нужно выступить, что-то благотворительное, какое-то мероприятие привести. Таня вообще в первых рядах. Всегда то, что ты соглашаешься, это однозначно. Но иногда даже просто сама приходишь и предлагаешь. Я тоже хочу участвовать. Я тоже хочу делать. Были такие случаи. Помощь неоценима. А что тебя заставляет? Я не знаю. Я не знаю даже, что мной движет в этот момент. Я просто всегда думаю о том, что если я помогу человеку, то и мне кто-нибудь поможет. Потому что жизнь непредсказуемая вещь. Случиться может разное. Вот как у меня был момент с моей дочерью, когда никто не предполагал, а случилось это, и очень много людей помогло. Слава Богу, что всё закончилось хорошо, и всё не было так страшно, как мы думали на самом деле. То есть мы говорим про проблемы со здоровьем. Да, конечно. Это может быть у каждого человека. И не только, но я не знаю, друзья мои, но всякое может быть. И если не протягивать руку помощи и блескому своему человеку, тогда, ну я не знаю тогда как. Я не понимаю. Относить к другому так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Ну и потом мы всё взаимосвязаны абсолютно в жизни. Мы все связаны какими-то невидимыми ниточками. И вот этот мальчик, этот двухлетний, о котором сегодня речь идёт, его фактически наши радиослушатели не видели. Могут посмотреть только фотографию и прочитать про него. Я на фотографии посмотрела на него. У него такое какое-то милое лицо, такой он какой-то, вот какой-то свет от него идёт. Но всё равно его большинство наших радиослушателей, читателей никогда не узнают и не увидят. Ну да, это верно. То есть это незнакомый человек. И вот это протянуть эту руку, сделать этот звонок, послать, ну кто не может сделать звонок или там как-то помочь. Просто послать какие-то добрые пожелания, которые тоже доходят, да. Это же тоже очень важно. Или просто зайти на страничку в фейсбуке «Зелёная лампа» и сделать перепост. И тогда ваши друзья увидят, сделают звонок. А мальчик действительно очень симпатичный, он похож на такого весёлого ёжика из детского мультфильма. Кстати, не такая большая сумма нужна, 3 150 евро на год. Но для этих ребят, для родителей это космическое сумма. А для нас всех вместе, и кстати, знаете, у нас как получается, мы заметили, уже не раз замечали, и нам говорили, мамы, мы со многими… То есть «Зелёная лампа» работает 6,5 лет, вот мы когда-то её придумали, 6,5 лет за эти годы, вот представьте, сколько уже людей было у нас. И мы со всеми знакомы, и с некоторыми до сих пор общаемся много лет. Ну где-то на праздники там перезваниваемся, следим за ними. И мамы говорят, что очень-очень важно для них знать, что они не одни, что они не одиноки, что совершенно незнакомые люди вдруг раз и бросились им помогать. Да. Знаешь, хочу прочитать одно стихотворение. Да, вот, кстати, мы хотели прочитать. Просто вот хочу, мне вот прямо хочется его именно сейчас прочитать. Я его не читаю у себя в спектакле, но, однако же, оно мне очень нравится. Друг мой, улыбнись, тебе не идёт суровость, праздника жизни никто не начнёт без нас. У меня для тебя есть очень хорошая новость. Скоро весна. Друг мой, твой пуховик напоминает панцирь, он не идёт к тебе, это нужно давно признать. Вытяни руку и дотронься до носа пальцем. Что на носу? На носу весна. Тебе не хватает флейты и пиджака льняного, а мне не хватает бубна, чтобы бить в него и плясать. Но зато у меня для тебя есть очень хорошая новость. Скоро наступит конец для всего дурного. Скоро весна. А значит, белая полоса. Замечательно. Спасибо. И вот будем верить, что это так. Потому что иначе не должно быть. В сегодняшней ситуации только вот какие-то такие мысли и удерживают, наверное, нас. Обязательно прочту это стихотворение у себя в Инстаграме и в Фейсбуке. Оно замечательное. Всё-таки чем талантливее поэт, тем он как-то смотрит. Я не знаю, как это происходит. Потому что какие-то стихи я сейчас читаю у Солы, и они абсолютно имеют другой смысл. Или мы по-другому уже на это смотрим. Ну, конечно. Происходят события, время бежит вперёд. И мы совершенно по-другому, с другой точки уже смотрим на те вещи, о которых было сказано какое-то время назад. Знаешь, как считается, что поэт пишет стихи, а каждый, кто их читает, становится соавтором. Это правда. Потому что ты своё вкладываешь при этом. Ну да, это так и было, когда я выпустила спектакль, и ко мне приехала Солу на спектакль. Она сказала, Таня, ты читаешь свои стихи. Ты как поэт, Риточка, это тоже знаешь. Слушай, в прошлый раз в нашей программе ты говорила о том, что время очень быстро уходит. Да. Что тебя это очень тревожит. А сейчас мы можем к этому добавить, что время невероятно быстро ещё и меняется, и нас меняет. То есть за последние буквально несколько лет, считая пандемию, и то, что сейчас происходит, все эти ужасы, нас поменяло очень сильно. И буквально, наверное, все думают, как приспособиться, как выжить в этой ситуации. Как себя сохранить в этой ситуации? У тебя есть свои рецепты. Как ты с этим справляешься? Во-первых, отдавать тепло и любовь людям однозначно. Поддерживать их. Быть в семье, потому что это твои близкие люди, которые тебе всегда, тоже всегда не бросят себя, поддержат и так далее. И, я не знаю, гулять, смотреть на красивое, на прекрасное. Хотя, может быть, кому-то покажется, она какая-то, может быть, такая, на какое прекрасное. Так всё тяжело, за квартиру заплатить нечем. Там вот этого, вот этого, вот этого нет, вот этого нет. А вот надо вот как-то, вот как я это делаю. Мне правда бывает очень тяжело порой. Но я под каким-то другим углом вдруг на всё это посмотрю, и вроде как бы кажется, что, ну, кому-то хуже, кому-то ещё хуже. Поэтому всё замечательно. Становится сразу как бы вроде как и подъёмно, и верить, верить в хорошее, и любить. Я прям как этот, любите, да, поднимите руки. Ну, так и есть. Сейчас время... Да, я готова вот отдавать тепло и любовь. И я очень всегда так вот, очень так сокрушаюсь, когда, например, я вижу, когда люди начинают там где-то ссориться, или как-то грызться, или оскорблять друг друга где-то в магазине. Я пытаюсь эту ситуацию как-то даже сгладить, вот чтобы не было этого. Ну, потому что в тебе очень много доброты. Вы знаете, мне кажется, сейчас время такое, вот раньше, ну, как всегда, мы стеснялись говорить красивые слова. Большинство из нас. Зачем, да? То есть как бы ты там чувствуешь что-то к человеку, к окружающему миру, а говорить красиво, ну, это как бы пафосно. Ну, как-то даже не пафосно, вроде бы банально, вроде даже прошло. А сейчас вот такое время пришло, вот совершенно точно оно пришло. Может, оно и дано нам для этого, чтобы мы заново вот эти все истины переоткрыли для себя. И надо говорить о любви, и надо говорить то, что думаешь, и надо говорить то, что у тебя в сердце, вот как ты сейчас это делаешь. Да, вот это абсолютно так. И я вот уже где-то говорила в каком-то интервью о том, что вот даже вот Новый год, когда мы отмечали, это громко сказано, просто с девчонками собрались после последнего спектакля в гримерке, и каждая говорила о том, что «Девочки, я вас так люблю, мне так хочется вот вас обнять, вот так хочется отдавать эту любовь, и это же прекрасно. Может быть, мы кого-то изменим, может быть, мы поборемся с каким-то злом, с каким-то насилием, с какими-то, я не знаю, там, человеческими пороками, да? То есть, может быть, мы этим поможем». Ну, обязательно, потому что не надо менять весь мир, надо изменить что-то вокруг себя. Последний спектакль «Момо», который поставил замечательный режиссер «Интерс Решетинс», он как раз вот об этом и говорит, вот о любви. У меня там роль без слов, но я могу без слов сыграть очень много. Я могу сыграть любовь. Это трудно, но это прекрасно. То есть, у меня там не главная роль, но она такая второстепенная, но она заметная, потому что я действительно отдаю эту эмоцию залу. Я чувствую, что люди это чувствуют. Отдачу чувствуешь, да? Да, я это чувствую. Я научилась коммуницировать свою энергию и передавать её в зал. Таня, ты сейчас вот через посредством радиоволн, я не знаю, там энергетических каких-то там каналов, передай, пожалуйста, эту энергию вот в пространство нашим радиослушателям. Я уже это сделала. Да, потому что, конечно, да, сегодня мы когда встретились, в любом случае, вот я думаю, что сегодня все очень расстроены тем, что произошло у нас сегодня с цветами у памятника свободы, да? Да, тоже мы обсуждали, что, ну, просто как-то вот до слёз и руки опускаются, как-то непонятно, и что мы можем сделать в этой ситуации. Вот, наверное, как-то мы должны думать о том, что не обозлиться, не транслировать ненависть, да? Абсолютно, абсолютно. Не, как сказать, не реагировать на вот эти какие-то провокационные такие вещи, потому что иначе мы нашими эмоциями просто тоже где-то что-то нарушим, порушим и не поможем. Как-то так. Правда. Таня, а давай вот про родителей вспомним, раз мы о тебе говорим сегодня всю программу. Они у тебя родом из Латгалии оба, правильно? Ну, да, мама родилась под Краславой, они родились ещё до войны, естественно. Трудные годы они там прожили, и когда вот девчонки, у мамы было две сестры и один брат. Они оттуда уехали и приехали в Ригу уже после войны, и здесь уже начиналось, так сказать, становление, снимали крохотную комнатку. А папа родился под Резыкне. А вот озеро разное, недалеко буквально совсем, там места красивейшие. Там очень красиво. Да, и вот я уже как-то даже, мне кажется, у нас была в субботе, я была на обложке, помните, в таких сетях. В газете «Суббота». Да, в газете «Суббота», да, внучка рыбака, и так действительно, и внучка, и правнучка. То есть там у меня прям династия была рыбаков, которые ловили рыбу на этом прекрасном озере. А сама, кстати, ловишь рыбу? Не-не-не, я один раз зимой ловила, мне очень понравилось, так думаю, ну как бы, наверное, могу на это подсесть, но как-то вот не получалось. Не сложилось. Ну, может, ещё и половлю, будет при случае. У меня прекрасные родители. Мамочке исполнилось 88 лет. Вот сейчас будет 89 в июле. Папа ушёл от нас. Ушёл буквально, не дожив до 81 год. Очень жалко, это уже было почти 10 лет назад. И папа для меня был очень важным человеком. Поскольку у нас такая мама трудоголик, она всё время работала. Вот всё время работала. А он как-то вот находил время, и как-то вот он был со мной очень много. Когда я маленькая болела, болела я очень часто ангиной, у меня такие слабые, все говорят, тельцов слабые, гланды, горло, такая больная тема. Папа со мной сидел. Он, я не знаю, чего мы там с ним только не делали. И пели, и танцевали, и рисовали. И я почему-то помню, когда я заболевала ангину, он всегда покупал мне шпроты. И это было так вкусно. И я прямо вот когда вот, я их так редко сейчас, ну, ем, а когда они попадают мне, я понимаю, я сразу вспоминаю детство. У меня были замечательные родители, которые мне дали столько любви. Они ни в чём меня не останавливали. Всё, что я хотела делать, я делала, и они меня в этом только поддерживали. Я им за это безумно благодарна. Таня, а интересно, вот какие-то детские воспоминания, которые, скажем, какие-то яркие, или которые греют тебя. Вот ты говоришь про детство, и что-то приходит сразу в память. Ой, да, конечно, много чего приходит. Это и Ялта, когда я болела, мы меня возили каждый год в Ялту, пока я была ещё маленькая, до школы. Папа заплывал далеко, но набирал в бутылку солёной, чистой, как ему казалось, воды. Вот, и я полоскала горло, тем самым я, когда пошла в школу, я уже стала гораздо реже болеть. Помню муравьёв на дереве, вот в этом климате, в жарком. Они такие были большие. Да, вот этот инжир, который рос, который можно было дотянуться рукой, сорвать его. Эти запахи необыкновенные. Вообще, Ялта, у меня такое платьице было, я даже помню его расцветку. Мамина сестра шила, и поэтому и мне, и сестре всё время у нас были одинаковые платьица. Эти сандалики, белые носочки, вот эти загорелые-загорелые ноги. Я прямо вот помню, вот вижу себя, как я бегу по этой дорожке, вот как в том фильме «Посторонний вход воспрещён». Помните эти два сандалия? Вот у меня такие были. Вот какие-то такие вот идут. Вот моя деревня, куда я ездила каждый год к папиной маме, к дедушке, к бабушке. То есть меня отвозили туда сразу после школы, и в августе уже перед школой привозили обратно. Ну, не знаю, у меня только всякое хорошее. Помню, как мы делали с папой первые секретики. Помните, ямку выкопаешь, цветочки положил, какую-то блестючку, и стёклышком накроешь. С папой вместе? Да, с папой делали это. Ну, то есть как-то вот такого много приятного, какими-то вот такими вот маленькими искорками вот какие-то воспоминания идут. Вот важная вещь, конечно, что всё-таки то, что в детстве в нас складывают, вот это количество любви, оно даёт защиту, наверное. При всём при том, мы жили достаточно скромно. Папа работал на ВЭФе, мама работала на Стравмы. Но они всё-таки за всю свою жизнь там что-то заслужили. Они там орденоносцами были, там уважаемыми людьми. У папы там вообще было этих безумное количество медалек, сколько лет он отработал на ВЭФе. Такие специальные были значки, они до сих пор у нас где-то там даже лежат. Вот, и особо там, не знаю, там что-то такого дорогого. У нас никогда не было машины. Если бы не папины друзья, у нас никогда бы не было мебели в стиле ампир, как она называлась. Она до сих пор стоит в маминой квартире, вы понимаете? Люди там отмечались теми самыми, в очереди ночами стояли. А у нас появилась вот эта мебель. А так бы она не появилась. И, кстати, я смотрю на неё сейчас и думаю, боже мой, она и сейчас ещё хорошо смотрится. В том смысле, что она была отлично от той мебели вот этих стенок, которые все тогда покупали. Мы жили скромно, но жили как-то чисто, светло, честно и прекрасно. Вот замечательно ты рассказываешь. Мы очень удивились, заговорились. Программа уже у нас, оказывается, заканчивается. Заканчивается. Да, вот неожиданно. Осталась одна минута буквально. Ещё может быть стихотворение. Мы хотим попросить тебя. Я и ждала его, чтобы его прочитать. Просто напомним сейчас нашим радиослушателям ещё раз наш номер телефона 9300-6384. Малыш по имени Раева ждёт нашей помощи. Ему два годика всего. И буквально каждый звонок в состоянии ему помочь, соединившись с другими звонками. Спасибо вам огромное, что пригласили. Спасибо зрителям и радиослушателям, которые нас слушают и присоединятся к этому порыву и сделают эту помощь этому мальчику. А я хочу прочитать одно стихотворение ещё всем нам. Жизнь дана, чтоб ею наслаждаться. Свежим хлебом, раннюю весной. Месяц по ночам выходит в штатском, чтобы не спугнуть весёлых снов. В нежных чувствах, в таинстве причастий, в добрых людях, встреченных в пути. Столько ненавязчивого счастья, что его не тяжело нести. Кто-то говорит, что счастье кратко. Души их ленивы, как и плоть. У вулкана остывает кратер, но в груди по-прежнему тепло. Это ли не главное богатство? Это ли не Божья благодать? Ни одной конторе адвокатской сломленных людей не оправдать. Ты не слушай их рекомендаций. Сломленные люди часто врут. Жизнь дана, чтоб ею наслаждаться. Это труд, но благородный труд. Спасибо большое и спасибо всем нашим радиослушателям. До встречи через неделю. Это была программа «Зелёная лампа». Наши гости актрисы Татьяна Лукашенко. Программу провели Рита Трошкина и Ольга Авдевич. И в 4 часа сегодня будет повтор нашей программы. Замечательно. Всего доброго всем. Слушайте радио Болтком.